А то вон, тут уже что потом. Так, зовут меня Раиса Паума. Я в этих местах родилась и выросла. Это моя родная деревня и бесконечно родные мне люди. Есть такие слова. Своя земля и в горсти мила. Не та земля дорога, где медведь живет, а та земля дорога, где курица скребет. Здесь живу всегда. Я здесь училась в школе, потом закончила ВОЗ, приехала и работала, и вела историю общества знания. И с ребятишками собрали вот этот музей. Ему сейчас 50 лет, это музей. Он сначала был в школьном классе, в школьном коридоре, а потом встал здесь, вот в этой избе. И вот посмотрите, вы к нам ехали-ехали, мы в последний угол, но некуда дальше ехать. И вот эта географическая удаленность, этническая замкнутость, религиозная замкнутость позволили сохранить богатую культуру. Пословицы, поговорки, притчи, легенды, заговоры, умные мысли, мудрость их бесконечная. Посмотрите, вот они вам сказали так. Гости на гости, хозяевам радости. Хозяин весел и гости радостные. По привету ходит к обеду, на привет собачку манит. Скажет, странного прими, голодного накорми, печалье разговори. Человек тебе не объест, не обопьет, тебе Бог больше даст. А если нечем? Нечем хлеба дай. Хлеба нету, кваса дай. А кваса нету? Кваса нету. Водой да приведь. Хоть какого человека привет, скажи ему доброе, ласковое слово. Скажет, ласковое слово самому ничего не стоит. А вот другому много дает. Острое слово сердцу больно. Лишнее слово досаду приносит. Лучше ногой запнуться, чем языком. Прибеги язык в беседе. А сердце в гневе. Не то мудрено, что переговорено, а то мудрено, что не выговорено. Господь хранит твою душу, пока ты хранишь свой язык. Раньше люди обдумают, что сказать. А сейчас не сказал, а то убил. Надо всегда несколько минут подумать, а только потом сказать. Или говорят, кто не умеет выслушивать, и другим не дают сказать, тот не разумен. И мы живем сейчас, с вами находимся в Уимонской долине. Это Теректинский хребет, это Катунский хребет, а место между ними Уимонская долина. Тянется в длину сразу на 46 километров, а в ширину всего 8 или 12. Можно перевести так. Ой, корова, Мон, кишка. Выходит, корова кишка, но кому-то понравится. Алтайцы мне нравятся. Алтайцы так не переводят. Алтайцы переводят Уимон, как 10 моих мудрости. Башкири-татары тоже тюрки. Они вообще переводят Уимон, как тысячи мудростей. Мудрый, бесконечно добрый народ живет здесь. Николай Константинович Рерих был в нашей деревне в 1926 году. И он сказал такие слова. Привет, Левокатуй, звонки синегоры, яркие цветы, успокоенные зеленые травы и кедры. Кто сказал, что жестокий, неприступен Алтай, чье сердце убоялось суровой мощи и первозданной красоты. Вот эта деревня, Уимон, она русская деревня. У нас алтайцев нет. Однако, смотрите, скажут, что у нас ни одного чистого русского нет. Когда приходили сюда холостые парни, они женились на алтайках, перекрестив их в свою веру. От этих браков рождались баски девки. Баски красивые, привлекательные, миловидные и крепкие парни. Вот так. А вот на левом берегу Катони, там все больше алтайские деревни. Алтайцы. Алтайцы абрекены, они язычники. Они скажут, что русский храм – это церковь, а у нас храм – это природа. Самое трепетное отношение к природе. Пойдем к папке на источник или овечек пасти, нарвуй цветок. Она меня хворостей наделет. Когда приговаривают, ты зачем это сделала, ты зачем их сгубила, они живые, они боль чувствуют. Алтайцы знают. Если ты без причины сорвал цветок или срубил дерево, то укоротил свой век, укоротил век своих потомков. Вот так они говорят. Русские не перечили алтайцам. У них есть одни и те же поверья. И те, и другие знают, что ребятишкам нельзя кидать камни в воду. Вода святая, вода живая, вода святее огня. А то будешь потом с кипящей зубами вытаскивать. Вот так и скажут. И алтайцы русские знают, что к воде можно подойти поздно вечером. Подойти-то можно. На пиццу нельзя, перейти через речку нельзя. А почему? А потому что она живая. Алтайцы спускаются с гора, подъедут к речке и скажут. Речка, дай нам воды. Надо красную и желтую собаку напоить. По языческим верованиям алтайцев. Красная и желтая собака – это огонь. Староверы не перечили алтайцам. И вот прежде, чем войти в лес, они скажут. Олес, батюшка, благослови в тебя войти. Береза, матушка, благослови под собой посидеть. Очень уж они мудрые. Например, они у них, мои хорошие, милые гости, всегда говорили. Не говори никогда слово «устало». Я вообще выкинула слово «устало». Ведь я говорю «устало». Вот усталость к себе притягиваешь. Руки-ноги отвалились. Я говорю «а что говорить-то надо?» Но говори вот так. Ухай, дакалась я сегодня из себя. Не надо говорить плохое настроение. Это очень удачное словосочетание. Посмотрите, у меня плохое настроение. Еще больше подавило. А надо говорить. Ну, муторно мне как-то сегодня муторно. Муторно, как идите же к речке. Мои хорошие, умывайтесь и говорите. Бережок батюшка, речушка, матушка. Как ты можешь, омываешь, как ты берега, желтые пески, пенья, коренья, желтые каменья. Смой, спалачи с меня. Трахивают, уроки, переполучивают. Живительная сила воды. В эти места больше двухсот лет шли гонимые люди. Бежали сюда те, кто бежали от Негановских реформ. Бежали сюда те, которые хотели уйти от крепостного права. У нас не было помещиков здесь. В Сибири не было крепостного права. Каторжники бежали. Бежали сюда и рекурты. Рекуртская повинность, тяжелая двадцатилетняя повинность. И еще мало того, накладывали им на тело рекуртское кремо. Или по-другому, говорили, антихристов печать. Они тоже сюда бежали. Бежать сюда было непросто. Не было ни путей, ни дорог. И Георгий Кремничаков, говорит, они больше похожи были на первобытных людей. Самое большое достояние русской культуры, если у них был топор. Говорили, если баба есть, квашня, топор. Уже деревня. Таких деревень было полным-полно раскидано по горам. Они прятали веру, старались сохранить эту веру. Бежали сюда. Их еще называли каменщиками. Почему каменщиками? А все, что за биск, это будет камень, а не каменщики. Вот так. Ну, если топор, то можно пройти через непроходимую чащу. Соорудить жилище. Или, допустим, переправу на реке направить. Отбиться от мелкого зверя или его добыть в пищу. Это все топор. Но плохо было то, нечего было лезть. Летом туда-сюда, а зимой или кору деревьев. Кору деревьев. Их еще называли гужиедами. Почему гужиедами? Я вам скажу. У лошади гужи из сыромятной кожи. И у них сумины, торбушки, тоже были из сыромятной кожи. Когда они опрастывались, они резали на клоки и ели. Варили и ели. Гужиеды. А еще, мои хорошие, вот здесь жила легенда о беловодье. Про беловодье всякий слухи вам. Но я вам скажу, что про беловодье говорят мои старики. Они говорят так. В беловодье, а там каражечки на деревьях растут. В беловодье, там берега Кисельная, там реки Молочная. Там все любят друг друга. И никто никого не обидит. На беловодье надо ехать до города Бийска. А потом по Смоленской дороге реки Устюбы. А там есть горы Каменные, Снеговыге. Есть там деревню Уймон. Есть и люди там, которые поведут дальше. Три дня голодной степью до Двинтили морем. Ходили, искали беловодье. А там Мановы, Бочкаревы, Огневы. Тихо была немолода. Она ушла за двумя сыновьями искать беловодье. Долго висточки-то не было. А там прислала, рассказывала. Живу хорошо. А где живет, не рассказывала. Поняли люди, нашла беловодье. Фекла Семена говорила так. Есть она беловодье, есть. Искать его только надо. Место это широко. Между Бухтармой и Китаем. Дойдут туда не все. Дойдут только праведной душой. Случалось, доходили. Дойдут в туман. Сеню-сеню. За туманом река. За рекой пихи кричат, коровы мычат. Люди разговаривают таки легко. Видно неправедной душой. Вот так и скажут. Видно неправедной душой. Беловодье, это добро. Грика Виктор Николаевич, какой для народа мой стиль делал, это и есть беловодье. Придет такое время, когда за тебя не заступится ни мать, ни отец, ни брат, ни сестра. А заступятся за тебя только добрые дела. Вы все ехали по Семенскому. И видели там стелу. А на стиле написано 1756 год. 1756 год, это когда горный Алтай вошел в состав российского государства. Но это только северный Алтай. А мы-то юг Алтая, мы-то не вошли. И наша территория оставалась как бы буфером между Россией и Китаем. Здесь китайские пограничники. У них был пункт Капдо. А там русские пограничники. У них своя была там погранзастава. И это был буфер. А тут вот эти староверы, они хотели спрятать свою веру. Спасти веру. Каменчики эти. Но приходит такое время, когда надо как-то жить, торговать надо. А как торговать? Ведь смотрите, сколько было пушных зверей. Ну хорошо, ценных. Я добыла одного цоболя себе, второго себе. А дальше как? В хозяйстве должно жить, должно развиваться. И стали думать, каменчики, как же им под что крыло пройти. И вот надо сказать, с российскими пограничниками они не ладили. Российские пограничники проводили среди них миссионерскую деятельность. Увещевали их, уговаривали, чтобы они вошли в никонскую веру. Увещевали они их не кротко, не миролюбиво. Бывало они, знаете, с ними что делали? И посевы стопчут, и ограбят помаленьку. Отношения были прямо никуда. Зато с китайскими пограничниками, с Капдо, совсем хорошие отношения. Китайцам помогали. Давали им лошадей, давали им сурцанское зерно, наверное, тарису сурцанское зерно давали. Давали им еще и скот для разведения. Стали каменчики думать, что делать. И решили пойти под защиту китайского драконного крыла. Защита китайского драконного крыла. И пошли туда договариваться с китайцами. Немало, немного, 60 человек каменщиков. Зачем так много? 60 пошли. Пошли, пришли к китайцам. Китайцы быстренько их устроили, в казарму посадили. А они из казармы-то видели, как китайцы наказывают своих соплеменников. Бывало, прямо тут же и казнили. И они поняли, куда пришли. Они поняли, что они будут изгоями там, с китайцами там. Мало того, вот у них законы некоторые не понравились. Мне тоже один не нравится. Смотрите, вот, например, из тебя обворовали, накажут не только того, кто обворовал, тебя тоже накажут. А у староверов есть такая поговорка «Близко не влади, воробь, вред не вводи». Ты сам же виноват. Ну, давайте подумаем, сколько раз нас покрали, думаешь, ты сам же виноват. Близко не влади, воробь, вред не вводи. Ну, а тогда, мои хорошие, мобильников-то не было. И послали, послали, они же не могли сами-то ничего решить. И послали к императору. К императору. Пока те ходили, эти все сидели, глядели, уже готовы сбежать, но ждут решения императора. И вы знаете, я думала, то ли император бестолковый такой, то ли шибко-толковый. Он их не взял себе в подданство, эту территорию тоже себе не взял. Знаете, исследователи говорят, он просто боялся взять вот таких очень храбрых, таких свободолюбивых людей взять под свое вот крыло. Не хотел он их. И отказал. Это было в 1787 году. Отказал. Отказать-то отказал, но проводил их с почестями. Дал опять зерна им Суруцанского, дал им. Потом дал им лошадей, кот какой-то дал. Но самое главное, он дал им проводника. Я все соображала. Зачем проводника там? Если они дошли до него, обратно, мы тоже ушли. У этого проводника был какой-то жезл, я читала исследователи. А на жезле было написано иероглифы, по которым уже никто их не тронет. А кто-то из моих милых гостей догадался и говорит, а вы знаете, почему он послал проводника? Я говорю, зачем? Да, чтобы узнать, где они живут. Вот именно, что они живут. Ну, кто-то из китайских императоров, их не принял. Пожили. Три года прожили. Но тут как раз пошло засуха три года. И решили тогда каменчики пойти поклониться русским пограничникам. Пришли туда, пообещали, что будут слушаться, жить где жил. Детки пожелают где им жить. Потом, что они еще хотели там? Слушаться пообещали. Еще что пообещали. Но много что пообещали они. Пообещали, что будут молиться, как они скажут, и еще нести повинности разные. Подушную повинность. Но опять же, пограничники не могли сделать без решения Екатерины Второй. И послали послов к Екатерине. Екатерина обрадовалась. Посмотрите, какая она мудрая императрица была. Ненасильственная колонизация этой территории. Сами отдали. Все. Не надо завоевывать. Вот, бери. Кроме того, она быстренько перевела местное население. А вернее, тех каменчиков она сделала их в разряд Исашной. Вот платили инородцы, алтайцы, платили Исак, пушнины. Исак-то мизер какой-то. Всего лишь один соболь зазад. Ничего не добудем мы его. Вот так один соболь. И Исак не лишний государственный, которая именно обрадовалась. И приняла указ, который был 1 сентября 1791 года. В этом указу выходило так, что теперь это была российская территория. Она сделала много нововведений. Вы знаете, недаром назвали ее просвещенной. Смотрите, что она сделала. Теперь уже было так. Значит, решили мы подушную, подок не несут. Рекуртов здесь не было. Рекуртов не было. Молиться они могли, как желают. Так, жить где желают, опять я нам. И кроме того, миссионерам не было отказано увещевать их. То есть уговаривать их. Не было отказано миссионерам. Но зато она приказала делать это кротко и миролюбиво. Иначе накажут их. Но самое интересное мне было, что она сделала водка. Не было же здесь никакой власти. Как власть-то такие демократические институты создала? Уймонская народная управа. Вот. Уймонская народная управа. Собирались много народа. Собиралось много народа. И вот этот народ, то есть деревня, сход назывался. Выбирали стариков. Выбирали стариков. Вот как вас зовут? А отчество ваш? Николаевич. Вас бы звали только Николаевич. У нас особо уважаемых людей даже забудут. Коля, да? Забудут, что Коля. Но будут знать, что Николаевич. Будут знать Николаевич. Лина Поликарповна говорит, я 15 по всеми вышла, мне было 16 годков. А тятенька Епифан сказал свекор, звать меня только Поликарповна. Все Поликарповны. И вот Николаевича выбрали. Выбрали. И не обязательно старого человека. Самых разумных выбирали. Словить их выбирали. Я у них спрашивала, а по какому принципу выбирали стариков-то? Они говорят, ну так ведь кого попало не выберут. Лаконично просто, кого попало не выберут. И вот эти старики будут руководить всей деревней. Будут они руководить. Не было неброшенных стариков, неброшенных детей. Не было сиротских домов. Не было домов престарелых. И вот был негласный закон такой. Младший сын должен досматривать за родителями. Все знают, да. Он младший, дохаживать за родителями должен он. Вот так. Кроме того, наказывали так. Старых не обижайте. Мы-то не будем на вашем месте. А вы-то будете на нашем месте. Если старый человек делает что-то не так, то на него не обижайся. Он делает это не от ума, а от старости болезни. И скажет, мы-то еще хуже будем. Ну раз вот есть младший сын доходит. Если никакого нет, ни младшего, ни старшего. Этих людей называли боблями. Эти бобли будут вот жить одни, а за ними будет ухаживать вся община. Еще раз, как зовут? Виктория. Да, конечно. Виктория моя хорошая. Александровна. Александровна. Знаете, как хорошо бы сказали? Даже Александровне не могу говорят. А старики скажут, Александровна, вот так, смотри, как красиво. Александровна, ты эту неделю за Ананью находишь. Это милая Александровна, бегом будет бегать. Все чисто вести, кормить, поить, ухаживать, уговаривать. Приготовь домашнюю пищу. Потом отдай ее нищему. Мы, девочки, тоже все бегаем. Нам сказали, что Николаевич, бежать. Мы бежим. Но потом опять ее очередь. Поэтому домой мужу скажут, да ты мой хороший, давай возьмем ее домой. Она пошла мыкаться-то. Я это, у вас уверяю, я не придумала. А муж ей скажет, ну так че? Ну так че меня поражает их? Ну так че? Где 18, там 19 незаметно будет. Мы с тобой не последний кусочек сели, не последнюю тряпочку сели. Возьмут. И доходят до последнего часа. Сейчас мы по старикам, как говорим, бестолковые, надоедливые, еще что-нибудь придумаем. А они, говорит, че-то Матя мне говорила, наша мама все уговорила. Сколь прожила, лучше человека не видела. Лучше человека не видела. Они говорят, сейчас молодые со старыми не живут. Я говорю, а почему? Да ты че, милая моя? Сейчас же мебель людей захватила. Кругом мебель, кругом мебель. Цельку некуда, кое-куда поставить мебель кругом. И тут же говорит. С молодыми поживешь, лишним будешь. Не так ступил, не так сказал, не туда пошел. Мои хорошие. Спросите у меня, я вам скажу. Другое время пришло. Не вини людей, вини время. Не надо, милые дети, жить вместе. Если есть возможность, живите вы отдельно. Но живите отдельно. Но бесконечно помня и любят друг друга. Родители вас, а вы родители. Вот так. Другое время пришло. Другое пришло время. Не было брошенных детей. Вот не было их. Вот если оставались дети, дети, сиоты. Саша, а как ваше отчество? Самуэль Ильич. Как? Самуэль Ильич. Самуэль Ильич. Я правильно сказала. Старики скажут, Самуэль Ильич, этих ребятешек себе берешь. А он возьмет. И даже слова не скажет. И будет гордиться тем, что не мне и не вам ребятишек отдавали. Отдавали самым достойным. Сирота в дом, счастье в дом. И потом вырастет этот Саша, этих ребятишек. Они будут заботиться о нем больше, чем родные дети. Бывает так, Бог не дает детей. И старики говорят. Ну они так живут. Каждая конфетка про себя. А потом наступает старость, немощь. И начинает уже. Да что же делать-то? Сиротские дома располнены полном. Ну ладно, сейчас война. А то ведь совсем мир был. А девать некуда сирот. Стариков девать некуда. Я был ежегодный передел земли. И Николаевич скажет своим старикам. Делить будем землю. Но делили только в собственности. Община была семья. Делить только мальчишек. Девчонку вам бы дали. А девчонкам землю не давали. Девчонкам, они сами говорили, несправедливо это было. Здесь была аж семья, а у них одни девки. Отца уже не было. Братьев не было. Но такие они были проворны. Такие трудолюбивые. Их нанимали. Не в няньки, не в стряпки. А землю пахать, коней обучать. Выглядели бочкари одну девчоночку. Басенька девчонка. Решили ее посватать. А как ее сватать? У нее уже приданного нет. Что в деревне скажут? И тогда мудрый бочкари навозили в дом невесты сапоги, кацавички, сарафаны, товаров всякого. Приехали за невестой и вынесли несколько сундуков. Деревня запереглядывалась, заперешептывалась. А мудрый бочкари сказали, маленькая она так вырастет. Нет ничего, руки золотые, сердце человеческое, остальное все приложится. Давайте еще расскажу. Маленькая она так вырастет. Нет ничего, руки золотые, сердце человеческое, остальное все приложится. И вот, мои хорошие, деревня наша, по документам 1787 год, старики не соглашаются. Лукас Асипатрович говорил вот так. Первый пришел бочкарь. Стал землю возделывать. Земля хорошая, плодоводная. Лет 300 назад это было, позже другие селились. Бочкаревы, Атамановы, Черновы, Огневы. Это первые, которые пришли в эту долину. Бочкарь. Я знаю, кто такой бочкарь. Вот еще в школе работал. Нашла в мульте Бочкарева Тимофея Филипповича. Они у них, в церковь не ходят они, у них молебный дом. У него как раз дома был, он там тоже жил, молебный дом. Они не признают священником. Он был наставником. Пошла к нему вот так полос бы икон. Много старинных книг. Он совсем старенький, худенький, маленький, 90 лет. Читает книги без очков. Я говорю, я к Тимофе Толли без очков. Он говорит, милая моя, у меня глазоньки темнеть стали. Я нашел ключик. Стал умывать глазоньки. Стал говорить. Заря, заря ясно. Возьми глаза красные. Дай мне очи ясные. Ты погляди. У меня глазоньки опять просветлели. Болят зубы. Пойдут к рябине. Грызут ее, говорят. Рябина, рябина, вылечи мои зубы. Не вылечишь, все тебя из грызу. В рябине есть особое дубильное вещество, которое крайне благотворно влияет и на зубы, и на джи. Рябина. Вот так, моя хорошая, рябина. Но вот дядя Тима мне все рассказал. Он знал, что в Ростове до седьмого колена. Бочкари жили в Подмосковье, но пришли реформы Никона. Не приняли реформы, ухли на реку Керженец. Река Керженец, плиток Волгин, реку от Нижнего Новгорода. Пожили там. Но нашлись же вредные люди, стропотливо стали их ругать, преследовать, обзывать. Решили оттуда уйти. Первый ушел Бочкарь Исаак. Ушел после Маслицы. Пришел в эти места уже по кровам. К осени пришел. Пошел он сюда местами. Посмотрите, какие они мудрые были. Они ведь, он не пошел, мои хорошие, аргужем не пошли. Аргужем это все вместе. Представьте, появились все, а вот эти бы их не приняли, как завоеватели. Они придут, подружатся с местным населением, придлятся им места. Вот так они шли. Когда он пошел в нашу долину, вы посмотрели на долину-то. Горы словно раздвинулись. Великолепная река, покрытая вняком, березняком. Черемуха росла, благородской дорогой пахла. Понял он. Сюда шел, сюда пришел. Перешел с левого берега на правый. Познакомился здесь с алтайцем Уимона. Они многоохотничали, рыбачили. Рыбы было туго. А прудечка нахутом рыбина. Ловили волосыными селками, ситом, руками. Руками. И вот они-то, Бочкай, он здесь пожил-пожил. Душа-то болела у него. Почему болела? А у него на тежнице невеста осталась Татьяна Атаманова. Баска была девка. Родня там осталась. Он нашел путь уже не по перевалам, а через громотухи. По громотухам. Там дороги не было. Боялся места потерять. Камешки накладывал. Зарубки делал. Шел, шел, шел. И голодал. И холодал. А в торбушке сушу на мессы и его принес. Принес, сказал, кто жил, от собирайтесь. Следующим годом пришли Бочкаревы, Атамановы, прославили Бога, остались в этой деревне. Вот их всех зовут по реке Кержениц. Они там побыли? Кержениц. Их зовут Кержаки. А про нашу деревню вообще говорят. Уймон, Атагалимы, Кержаки. Они себя Кержаками не зовут. Староверами не зовут. Саробрядцами не зовут. А скажут про себя, стариковские мы. Или добрые. Мы для них мирские. Нас накормят, напоят. Но обязательно есть другая посуда. Посуда добрая, мирская. Еще чашечник мы зовут. В церковь не ходят, священников не признают. У них был хороший молебный дом. Но когда пришли к колхозу коммуны, молебный дом отобрали и сделали там телятник. Должно быть, хотели унизить людей. И они почти 90 лет молились по деревне. Первые годы тайно молились. Сажали, арестовывали, ссылали за моления, за крещение. А вот сейчас их никто не трогает. Молятся, как желают. Мало что молятся. Два года назад, вот здесь переулочки, они построили молебный дом. Молебный дом построили. И вы знаете, этот молебный дом, мой хороший, который они построили, строили кто? Наши ученики, мои ученики, которых мы учили в школе. А в школе, кто постарше помнит, атеистическое воспитание, атеизм. Уж мы их воспитывали, воспитывали. Они мне говорят, от нашей веры хоть ниточка-то протянется, хоть маково зернышко-то останется. И тоже говорят, по чужим верам не ходите. Веру применить, мне рубашку приодеть. Не рубашку приодеть. Еще, знаете, они как говорили, веру применить, мне рубашку приодеть. Про Бога очень толерантный вопрос к вере. Бог один, а веры разные. Всего 33 веры, кто-то один да и спасется. С атеистами не спорят. А скажут так, когда три Бога, тогда и Бога. Мы все при нужде Бога поминаем. Но кто из нас не говорил, о господи. Вот. У Эстон Черчилль, премьер-министра Англии, тогда еще не были сумасшедшими такие премьер-министры, по сравнению с этим нынешним. Так вы знаете, что говорил? Он говорил так, на войне атеистов не бывает. Уж там точно нет атеистов. И вот чем же мои хорошие? Вот их вера отличается от официальной церкви. Да нет больших различий. Вам не холодно. Вам не холодно. Так вот, посмотрите. Вот те же Отче наш, Богородица, Иисусова молитва, но все тоже. Но неисправленные Никона. Даю книгу Федору Истафичу, он наставник. Он посмотрел старую-старую древнюю книгу. Думаю, сейчас мы почитаем. Он посмотрел и говорит, убирай-ка никонянство. Я говорю, почему? А потому что по новой вере надо говорить Иисус. А по старой вере надо говорить Иисус. По новой вере надо молиться тремя перстами. По старой вере можно молиться двумя перстами. Вот они, два перста. Помните боярным ворозом? По новой вере поясные поклоны. По старой вере, мои хорошие, вот так, земные поклоны. Прямо в землю, опираясь на подружник, из колен по листовочке бабушка молитву, бабушка молитву. Вот отче наш, сколько здесь, сорок бабушек, отче наш, надо сказать, молитву столько. А листовочка, это что такое? А это, это моя хорошая, это, посмотрите, это ленточка-то это, называют еще ее, молились по листовочке. Лестовочка. Посмотрите, как бы вот ступеньки, как к Богу. Четки. Четки. Вот когда, четки, да, правильно, четки, правильно, мусульман четки. А внизу как елочка, да? Да, это, знаете, это целая, вот там вот, в книге, вот там прямо она сфотографирована, и все про нее написано. Почему вот такие бабушки, почему вот так написано, это просто очень долго рассказать это, долго. Вот так вот, мои хорошие, там есть. А еще скажу вам, когда они сюда шли, несли святое. Посмотрите, посмотрите, несли самое святое, иконы, книги несли, передавались по коренству. По корену берегли. Но когда пришла советская власть, горели иконы, горели книги, кострами сжигали. Они прятали по горам, закапывали в землю. А недавно в соседней деревне разбирались старую-старую избушку и на потолке нашли связку из шести книг до Никонского письма. 16-17 век, все завернуто, свои бересты, все сохранилось. Они сейчас молятся об этим книгам. Про советскую власть они мне говорят так. Мы даже не поняли, что произошло. Больше по пригу навоевали. То овечку украдут, то коня уведут. Те, которые были недовольны, поднялись в горы. Их называли бандиты. Но когда пришел 1922 год, бандитам власти сказали, спускайтесь в хозяйство, если вас никто не тронет. Они спустились, хозяйствовали. Хозяйствовали хорошо. Здесь до 30-х годов была большая деревня, много двухэтажных домов, лавки печениных, маковых, печенинский сырзавод. Торговали с Монголией, с Китаем, на верблюдах товары привозили. Пришли колхозы, разорили всю деревню. Разорили всю деревню. Полу и Мона раскулачили. И послали в Нарым. Нарым, это вот Томска, по Томску еще 400 километров. Чужая голая кучка. Там жить вообще невозможно. Никого не жалели. Шестинедельными, шестимесячными детьми. Породи гнали. Кто зарил деревню? Слово раскулачивания, я прямо совершенно правильно скажу, что я рядом стояла такое вот знак равенства. Залили, грабили. Это лодыри и пьяницы, у кого Никола не пора. Мои милые женщины, мои хорошие гости. Такие мужики не пойдут, Саша. Эти не пойдут. Нет, не пойдут. С такими глазами не ходят. Не ходят грабить народ. А те стыд под каблук, стоясь под подошву и пошли. У них не было ни своего желания, ни умения, чтобы сделать свое жилье. Они не хотели. И потому быстро выгонят семью и остаются в этой змеи. Лодыри и пьяницы. Называли себя активистами они. Называли активистами и еще называли они себя патриотами. Вот так. Кто еще зарил в деревне? Вот когда работал в школе, с ребятишками проводил много праздников. Выхожу как-то из клуба с ребятишками. Подходит ко мне женщина. Пожилая женщина. И говорит. Вот ты, Павловна, про всех все рассказываешь, все рассказываешь. Ты что про маму-то мою не говоришь? И вот так вы мне помогите, я тоже расскажу. Она говорит. Так она всю деревню раскулачивала. Так гордо сказала. Показано дом. Вот это Юдины. Юдиных такой же дом. Так же дом, связь, старинный дом. Так же клеть, холодный сень и гордость, только покрыльный дом. Такой большой. Семья Юдиных было у них 15 человек. Всех в Нарым. От всей семьи один парнишечка остался, ему 12 лет было. А Моссовны, тетки, пытались его найти там. Да где там в болотах этих нашли? Так и погибла вся семья. Я у нее спросила. А Юдиных за что раскулачивали? Она говорит, так она у них есть бумыло, а не только 12 сечек. Раскулачивали. Знаете, как раскулачивали? Я про это, мои хорошие, писала. Вот просто-напросто брали, все вытаскивали, стол выносили и в ограду все выкидывали. И приходили люди, и кому что надо брали. Там за какие-то копейки. Как удобно. Как удобно, говорю. Как вас зовут? Мария. Машенька, не просто удобно. Я вот думаю, как они могли. Спрашивали, хотели? Брали. Брали. Те же и брали. У кого Николай, а двора, те и брали. Я даже вам, знаете, как скажу. Киприан Семенович, мы с ним очень дружили. Он прожил 96 лет. И вот рассказывает. Их было 8 братьев. Все в одном доме жили. 8. И все жили в одном доме. Жили хорошо. Мужиков же давали землю-то. И они жили хорошо, еще и взвоз держали. И вот когда пришли к ним раскулачивать, то в ограду вывезли молотилки все их, все их вилки вывели. Потом вытаскивали телеги, все из дома выбросили. Выбросили. А и вот. А они стоят. И, говорит, целую неделю влазили все в располхозный двор. Я говорю, а вы-то как? 8 братьев красивых. Он сам-то очень красивый, большой, такой высокий. Я говорю, а вы-то как? Вот так стояли и молчали. И никто слезинку не вырыл. Женщины молчали. Но, правда, отец... Они в 8-то, когда прошло время-то, только все, все развалилась семья. Кто куда кинулся? Отец умер. Верно, молчал, молчал, да умер. Вот так. Вот так жила деревня. Жила у нас Пелагея Фадеевна. Она прожила 107 лет. Уже много лет ее нет, а все ее помнят. Ее тоже раскулачили. Все, отобрали до последней тряпочки. Осталась собака на цепи. А в Ульмоне жил человек. Его звали Мартын Чернов. Мартын был в лодыре злодарей. И в башке у него не хватало, говорит, стреки. Зато был он в членом, сели с полкома. Мартын пришел до Пелагея. Собаку убрал. Цепь себе взял. Пелагея говорит. Мартын, ты зачем эту цепь-то берешь? Ты кого на ее привязывать-то будешь? А он взял. Прибежал в другой дом. А там подушки валялись. Наволочки дроваты были. Схватил подушки на коня. Подушкой машет. Пух во все стороны летит. С той поры о нем говорят. Мартын-боробей. Пришла война. Мартын ненаважен был работать. Грабить было в войну некого. Приходил тут теплогей за милостью. Она скажет. Мартын пришел. Надо тебе дать. Надо тебе дать. Тебя ведь за добруто кормить надо. Съязвить не удастся. Есть такие слова. Мы такой душевности не сохранили. Это я у нее записала это. Правда мы не сохранили. Сижу с Павлиной Никифоровной 96 лет. Она обнимает меня и говорит. Да мила ты моя. Да мила ты моя. Да что бы ты этого сделала. Давайте я хоть по спиночке поглажу. Мы такую душевность не сохранили. Тоже говорит. 96 лет мне. Отходили мои ноженьки. Патарной дороженьки. Оградели мои глазеньки. На окошке мазанки. Вот как она была. Вам скажу, мои хорошие. Что вот эти люди столько пережили. Столько пережили. Вот эта книга, вот эта книга, их выходило было у меня три издания. Первое издание, это было в 10-м году. Второе издание было в 16-м. Это третье издание. Они совершенно не одинаковые. И оформлены по-разному. И оформление, и корочка, обложка совершенно другая. И много другого материала. Но вот эта помладше, так она побольше книга. Так я скажу одно. Что назвала я их совершенно все одинаково. Могла по-разному. Но все книги одинаково. Через лютую боль с чистым сердцем остаться. Почему? А вот почему, мои хорошие. Они наговорили о тех, кто бегал под окнами. Подглядывал, подслушивал. Писал доносы, выступал на суде. Но говорят об без злости, без ненависти, с какой-то тихой грустью. Как будто жалеют этих людей. Жалеют. А когда я начинаю возмущаться, они говорят. Милая моя, не вини людей, вини время. Мудрость бесконечна. Вот сейчас вам скажу, что они нам говорят. И вы только не думайте, что я все время так делаю. Да неужели? Я потом вспоминаю, надо было вот так. Вот и говорят вот так. Обидел тебя человек. А ты встань на восток, на восточную сторону. Ты помолись. Да пожелай ты ему здоровья, добра. Вот когда Тарабаеву наполнится, он про тебя забудет. И ты будешь жить и в мире, и согласен. А трудно понять. Обидел тебя человек. А ты отойди от него. И не глаголь про него. Время пройдет, он сам поймет. Совесть его убьет. Он к тебе же и потянется. Или вот как они будут. Или Варя как мне рассказывала. Она моя хорошая вы. Ну тогда напишите, я вам пошлю обязательно. Эта книга, потом скажу, она случайно просто. Это она выходила еще в 13-м году. Это бесконечная их мудрость. И вот эти, говорит с Тарабаеву, смотрите, как они красиво говорят. Осторожно надо с человеком, чтобы не обидеть. Не обижай человека на земле. Где совет, там и свет. Где любовь, там и Бог. Мама все говорила. Тебя обидели. А тебе зло, а ты им благо. Я пока молода была, то думала, ну с чего же это. А сама так как повзрослела, так и поняла. Он тебя обижает, а потом тебе же и тянется. Думать здесь долго надо. Тебе же и тянется. А еще, знаете, они как говорят. Говорят они, мои хорошие, вот так. Рассказывают, вернее. В 37-38 году из Уимона вывезли полно народа. Самых светлых, самых добрых вывозили. Лодыри и пьяницу ни одного не тронули. Это была 58-я статья, это «Враг народа». Мало кто оттуда пришел. Не пришел и Деонис Анисович Злобин. Он был выпускник Московской духовной семинарии. Служил наставником, работал в школе. Домой не пришел. Но остались у него письма. Жене такие не древние. Мои милые гости, сейчас скажу вам это письмо. Знаете, что он ей пишет? Внучка мне давала эти письма. Дорогая моя жемчужинка, благодатная пчелочка, светлая душа, лазуревый цветочек, утренний заря, полевой цветок, подальние разлуки-то у меня только одна. Давай еще расскажу. Дорогая моя жемчужинка, благодатная пчелочка, светлая душа, лазуревый цветочек, утренний заря, полевой цветок, подальние разлуки-то у меня только одна. Вот люди еще не успели пережить войну Вернее, эти все 30-е годы А тут война У нас на войну, мои хорошие Ушло из Уимона больше 200 человек 200 ушло, а 29 пришло Почему я сейчас вам это говорю? Я знаете, как-то очень Очень мало так говорила Сейчас буду говорить В такое время, мои хорошие, пришло 200 ушло, 29 пришло У Катерины Калистраторны И Льва Мартемьяновича ушло 8 сынов Вот как вот такую вербу можно из дома проводить? 8 Один пришел В последней похоронке она не плакала, только молилась Тетя Пелагея, у нее ушло муж и трое сыновей Один сын пришел Вместе с похоронкой на мужа была такая записка Дорогие мои, сейчас идут тяжелые бои Наверное, скоро меня не будет Почему я это знаю? Да потому, что каждый день мне снятся родные края И снесу, мои дорогие Когда меня не будет, вам принесут эту записку Вы закопайте вот это крылечко Хоть так я попаду домой Как охота домой-то не было Сколько они пережили Вот, буквально несколько дней назад Был такой тяжелый день в истории нашего государства День памяти и скорби Вот здесь сибирское рельское общество Мы на самые добрые отношения с ними Они идут свое дело Я работаю по-своему Но вы знаете, очень часто мы друг другу помогаем И они меня попросили У них есть такая рубрика Как это называется, не знаю, как там по интернету плохо понимаю Но они уже 13 выпусков было Россия, страна великого будущего И они меня попросили Давайте мы к этому дню с вами Снимем фильм О Уймоне О войне Уймоне Вы знаете, я даже не снижалась Что надо сделать Я даже обрадовалась Что даже когда не будет То когда-то люди узнают это Я даже обрадовалась Это очень долго Они бы хоть и раньше сказали Буквально в 3 дня я написала сценарий И этот фильм сняли И называется она так Ой Это рубрика, которая у них называется Россия и страна великого будущего Сейчас вспомню, потом скажу В интернете можно найти Они пустили сводный доступ 24-го они числа ее пустили Называется Потом скажу-ка А Ну про память там Пусть память Вы знаете, когда они на флешке Показали мне книжку Вы найдете Найдите Кучуга Наварислава Вы найдете там Так вот Вы знаете как Потом уже вспомню Скажу Когда они мне показали на флешке Эту книгу Ой, вернее этот фильм И я не затихая заплакала Обычно плачет у меня Тут плакала я А знаете почему? Наверное, вот пережить Вот то, что они пережили Это просто невозможно было пережить Вот эта книга Она моя хорошая Вышла случайно Совсем случайно она вышла Эта книга Называется она Кабы не было войны Не было бы голоду Я приехала работать Совсем молодой Я рано пошла в школу Мама меня отдала 6 лет Не было еще Не было мне Да потом еще Рано закончилась тут И тогда Молоденький ум Что лишний лед Я не понимала Допустим Плохо тогда Первое время записывала Пословицы, поговорки А там мудрость Их записывала плохо Но вот это как стукнуло Я видела Что они уходят из жизни Те, которые отдавали Вот все Чтобы вот спасти страну И мы начали С детишками Собирать материал И собирали материал мы И вот там Вот музей Рериха А рядом еще один музей И наверху Там библиотека А внизу Наш зал Собралось много Думаете, я одна Да неужели Не я, ребята Ой Не я одна это делала Собирали школы Собирали люди Отдельные прямо Семьи собирали Там много альбомов Много материала Но это все Я печатала в газетах В газетах наших местных Так печатала Я допустим Проводила экскурсии Праздники Но старенькая бабушка Ой, ее зовут Ирина Васильевна Она мне сказала Мы желаем тебе Чтобы ты к 70-летию Издала книгу Мы-то подиним Дотянем А кто-то не дотянет Я сейчас 90 лет Она потянула И книга-то вышла Они мне не успели Это рассказать Кто мог А сейчас у нас На деревне Всего 5 человек Детей войны Самый младший из них Самый младший Мой хороший Всего 85 лет Вот давайте вспомним Вспомните, я вам говорила Что если старый человек Делает что-то не так Ты на него не убежайся Он делает мне от ума От старости и болезни Мы еще хуже будем А еще есть такая поговорка В хорошем смысле Стар да мал Дважды глуп Как вас зовут? Как? Рома Рома Так вот, моя хорошая Запомните Стар да мал К старому человеку Это я для вас прямо Дважды глуп Если он старый Как маленькому ребенку Так не надо И мы сделали Такие большие альбомы Я понимала Что книгу Мне пока не подняли По всяким причинам И сделали альбом И назвали их Дети войны И развезли их По деревне Я, моя хорошая Отдаю ему этот альбом Она как маленький ребенок До слезы говорит Грика, ты че? Да милая ты моя Фотографировала А ты когда у меня была? А я тебе то ли Это рассказывала Или нет? Да А ты по что Про Варю не написала? Я говорю Так про Варю Это в той книге Тут-то только о живых Я уж не знаю Как ты делаешь так Про Варю Там о главе написать Знаете Очень снисходительно С большой любовью И надо помнить Всегда Когда вот они Даже сидят на лавочке Даже могут Совсем Идут себя не шибко Надо помнить Им немного Уже потому Надо помнить Они пережили немало Я не знала Что такое соль Мама колхозный коровник Чистила Нашла несколько кусочков соли Обрадовалась Солить теперь будем Поклебочку Я лизнула соль И сказала Не надо гурько Поклебка варить было Не из чего Жили на кислянках Эти бабенки Работали на колхозной работе До той поры Пока у них земля Не замерзала Колом Свою картушку не могли Вот этот Ломом копали А тетка Пелагея Она была уже старая Ее на таких работах Не держали Да много у нее погибло И она сажала Большущий огород И там много сажала Картошки С марта месяца Съедали в семьях Ребятишки Последние картофельные чистки Кормить ребятишек Было нечем Нечем было кормить И тогда Баба-няка Пелагея Выставляла Картошку к воротам Выставить Смотрит Нет Опять поставит Называется Это в народе Тихая милостяна Потайная милостяна Это милостяна Ближе всего к Богу Надо так дать Чтоб можно было взять Надо так дать Чтоб твоя левая рука Даже не знала Что она твоя правая рука Они говорят Если ты сделал кому-то добро И погордился Вот и нет добра А она жила рядом со мной Никогда про это не рассказывала Никогда К ней приходило много женщин Много женщин приходило Как вас зовут? Настя Как? Настя Настенька Настя, а отчество? Дмитриевна Дмитриевна Наша Дмитриевна Приходит к Капелогею Заходит и говорит Здорово живешь Тут не Капелогея Скажет Да милая моя Дмитриевна Здорово живешь Да заходи ты скорее Присаживайся Господи Сколь тебя не видало Хоть место под собой обогреть Да столько добрых слов скажет А кто ей скажет Муж на фронте Дома полно ребятишек На палате Голодных Оборванных Посидят Поговорят Поплачут А потом Тетка Капелогея А вернее Наша Дмитриевна Скажет Что ты Капелогея Ты под ним Морковным семям богата Как попросить то надо Скажет Господи Дмитриевна Неужели я тебе не дам Я на вас напасаю Опять о душевности Кому придет в голову Сейчас напасать Семена на всех И даст Хлебальная ложка Отмерять Говорит А что же Дмитриевна То ли у тебя лук есть Или нет А Настя скажет Какой лук Его орда давно съела А я тебе дам Доставала медный ковшик И отмеряла Этот лук Настя выходит После Пелагея Говорит Прости меня Говорит Христа Тетенька Пелагея Скажет Бог просит меня Прости Почему так надо-то А потому что Они мне объяснили Мы вдруг пока с тобой сидели Задели друг друга А вдруг между нами Вперед обеда легла А вдруг мы никогда Больше с тобой не уйдем Проводить человека Всегда доворотчиков Надо Не человека провожаешь А ангела Зато Пелагея Скажет Провожу тебя Настенька И тоже скажет Посмеются Похохочут Скажет Доброго человека Проводи Чтоб не упал А худого Чтоб не украл Разойдутся Вот так Вы знаете Много они пережили Я вам скажу Татьяна Порфирьевна Рассказывает Войну мне было Семь лет Нас мама Купила корову Старую Три старую корову Только на нее денег И хватило Она давала Всего мало молока Она уходила на работу Давала нам По стакану молока И по кусочку хлеба Братик-то маленький Свой-то хлеб Быстро съест И смотрит Мне в рот Я ему и свой кусочек И вот сижу я И толку в ступке Толку кожурки Картофельные очистки Едали их все последние Заходя и пришел к нам С фронта шел Дядя Ефим Папин брат Сел смотрит Говорит Ты что делаешь Кожурки толку А зачем ты толпешь их А есть будем Есть будем А зачем А где вы их взяли А баба Лизавета принесла Баба Лизавета по деревнам Забирает и принесет их кожурки Потом, говорит, я столкла И полезла в печку И было семь лет И полезла в печку За кипятком Достала кипяток Залила эти кожурки Перемешали И едим Вместе с сестрой Марией Дядя Ефим Посмотрел и заплакал И сказал Скажи матери Пусть как придет С работы Бежит ко мне Кузылаеву А не в техниках Кузылаева в 3 километра Так и девчонка Когда мать-то пришла поздно Она сказала Беги скорее Деду Ефиму Дядю Ефиме Он велел тебе бежать А та с ревом Побежала Она думала Что похоронка пришла Всем приходили похоронки Когда пришла Ей сказал Ефим Вот что давай-ка Собирайся Пропастишь ребятишек Пропадут они у тебя И говорит Мы поехали Кузылаеву За телегу Мать привязала Корову А там была Маленькая картошкина Семена Корова схватила Катушку И пропала Подавилась И пропала Еще и молока Не было Приехали туда А у бабушки Елизаветы Было две коровы Одну она продала И купила Незбушку И тетя Таня Говорит За счет этого Мы Деда Ефима И выжили Так я не могу вам все рассказать Но скажу Мои милые гости Они умели простить И понять друг друга Рассказывает Дуэль Тарына Войну мне было Двенадцать лет Ой нет Не так Нет Это вот так Я родилась В тридцать восьмом году У меня Отца Тарына Взяли на Действительно Тоже в тридцать восьмом Не было Весточки До сорок шестого года А у алтайцев И садвичей Нельзя Что в семье Был один ребенок Ему родила Еще одну Русскую девочку Любу Родила в июне Тарын Пришел домой Полная Народа Все переглядываются Перешептываются И тут Говорит она Он посмотрел На зыбку Говорит Красивая сестренка Посмотрел на земляков Засмеялся Говорит Это мой ребенок Ребенок это мой Ребенок это мой Вся деревня Перестала в раз Шушукаться И переглядываться А родной Отец Приходил Любы Хотел забрать девочку Тарын сказал Идите мне Догую Это мой ребенок У них родилось Шесть девчонок И один мальчишка И Зоя Довит наш отец Больше всех нас Любил 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 не для показа Не для людей Всем сердцем любил А мы на него Не обижались Екатерина носительна Рассказывает Три молодые женщины Гоняли скот До биска горами По дороге Потерялась одна корова Это было в марте Сорок пятого года Да я бы на одном Перевале Сразу застыла А они догнали Потерялась корова одна Нас ведь сказали Что мы эту корову Продали А мы кого ее продадим Я даже расписываться Не умела Мне в тюрьме Начали расписываться Три буквы знаю Сокрушается Говорит Хоть бы нам Бодовую статью дали Нам дали статью Экономические преступления Против государства По этой статье Внести не было положено Им всем дали По 10 лет Они сидели На востоке В тюрьме Но им повезло Сталин В 1953 году умер И их отпустили Отпустили Это было в нашей деревне Пришли сюда С ним была Матрена Мироновна Молодая женщина Только при двойной Вошла замуж Мужа гореть на фронт А ее посадили И она пришла Оттуда с лагерью Над ребенком Я вас уверяю Столько этих историй Списал в лагере Никто никого не спрашивал С лагерным ребенком Покидалась по деревне Деваться некуда Пришла в дом мужа Ефима И Свекрови говорит Мамонька Ты маленькая С ребенка посиди Я сейчас место найду Я возьму Свекровь осталась Матрена бежала Видно место нашла Хотела ребеночка взять А Свекрови говорит А я тебе не отдам Матрена в слезы Подошел муж Ефим Взял ребенка на руки Прижал к себе Да говорит Да как же мне повезло В такой войне Живой бы пришел От дома родная жена Да еще с ребеночком А то бы женился Не весь знаком Как же жил-то потом Так он пришел В сорок пятом году Девки, бабы Вдовы жене С хоть на какой Ждал матрена И мы знаем Что никогда Ни самый Фим Ни его мать Эту девочку Первую Фимовну Не обидели Ее в деревне все любили Смотрите Что они нам говорят Нам хорошие Говорят вот так Было да перебыло На веку как на таку И натопчешься И намолочишься Много горя пережили Пережили люди Это потому что Любовь в сердце У людей жила Любовь в сердце У людей жила Жили с молитвой Непобедимая Божественная сила Животворящего Христа Господня Надеюсь на тебя От всех бед Мы погибнем Вот они работают Работа на поле Это ваши же бабушки Ваши прабабушки Они работают Работают на поле Воткнут вилы Сядут Попоют Поплачут А потом находили Одинокую березу Почему одинокую Я у них спрашивала Так и не объяснили И ходили молиться Все у одинокой березы У кого некого было ждать Молились за упокой У кого ждали За здравие Вот что сейчас Старики говорят о нас Вот как они говорят Какое-то время Мрачно стало Все не голодные Не холодные Не раздеты Не разутые А где-то мрачные люди стали Кому не прийти Все телевизор смотрят Даже если мать не пришла На нее внимание не обращают Они ведь телевизор смотрят А мы давно Голодные Холодные Раздеты Разутые Траву в подолине Сушь и песни поешь Тут тебе завтрак Обед и ужин По телевизору Ничего доброго не показывают Вот как надо воровать Вот как надо обманывать Мне хорошо и ладно А про других Ничего и никому не нужно Все бы по вере жили Не воровали Не завидовали Не богатели Обижая других Тогда бы намного Лучше жилось У нас давно Милиционеров Совсем не было А сейчас Хоть возле каждого По милиционеру Вставь А раньше Привешь в магазин Все к тебе подойдут Разговаривают Смеются А сейчас все Друг от друга Отвертываемся А давно было так Выйду в ограду Смотрю соседка Оня Я кричу Оня Здорово живешь Оня Ты как ночевала-то Да ничего А ты как я Ничего Ну пойдем чай пить Я мои хорошие Сохватила Смотрите какие Зловато хорошие Доброта Да простота Половина спасения Где просто Там ангела в стол Где хитро Там ни одного Я захватила Такое в деревне Время Когда соседка Соседки пчет Ивановна Дового живешь Ивановна Вы баню топили Воды горячей Много Жару много Иди Ивановна К баню Дело не в бане Дело в душе Человека Есть такие В Святом Писании Такие слова И человеку Человека Повелел Господь Любить Сияя заповедь моя Любите же друг друга И не только в миру Но прежде всего Мои хорошие Это в семье В этом дому 170 лет Здесь жила Семья Ивановых Клеть Холодная сень Горница Там тоже печка Была в горнице Вот такая семья 15 Ивановых жила Я их прямо По списку написала Пять братьев Все были женаты Я говорю Я говорю Как вы здесь умещались Они говорят На лавках спали Это лавки тоже 170 лет Это потом мы сделали На печке спали На полу спали На палатах спали Все умещались Вот Я говорю На лавке можно выспаться Они говорят Мила моя За день Так ухайдах Кажется Где упадешь Там спишь Вот так Ну вот тогда Давайте подумаем Как они здесь уживались Настенька Пять невесток Мы же обязательно Что-нибудь затеим Да Как вот жить-то Я у них спрашивала Они мне сказали В тесноте-то люди Песни поют А в просторе Воют У нас в семье было Как у пчелок Ведь пчелки-то Между собой не ссорятся Это уж когда чужой Кто к ним налетит Мои хорошие Я вам скажу Что Конечно Вам не поверите Что совсем было Никаких разногласий Ну что не будешь Затем Я у них спросила Уже так А попалась Спровоцировалась Прямо этот разговор Говорю Ну вот смотрите Попалась невестка Все и не так Все не так Все ворчит Все недовольно Недовольно И тогда они говорят Ну так что теперь Если злой Вот мне очень нравится Я вам тоже помогу Злой, вредный Его не переделаешь Он таким же состарится Я говорю А как с ней рядом жить Ну как жить Ну не убивать же ее Время Я ей слово Слово говорю Смотрели на нее Как на больную И жалели ее Жалели И посмотрите Почему жалели-то Написано В Святом Писании Неуживчивость Сварливость Наказание Божье И вот так Бог наказал А если каждый раз Связываться То что будет Ну смотрели Как на больного Вот эта печка Она лечила Кормила Поила всю большую семью Они говорили Неевши легши Поевши крепши Едой силы Не помотаж Знали завтрак Обед Поужинок Давай Пойдем Не надо Открывать Я могу открыть Не надо Не я не открываю Не надо А я потом Ладно Харьков Ну так вот Скажу Смотрели Как на больную Смотри Фу С вами что-нибудь Забирать Я иногда Сама Сопоражаюсь Так вот Смотрите Эта печка Лечила Кормила Поила Всю большую семью Они говорили Неевши легши Поевши крепши Едой силы Не помотаж Знали завтрак Обед Поужинок Ужин По кусочным Не таскали Много работали Хорошо питались Раньше бабы Да встанут Пирогов Настряпают Настряпают Мужики Да как намокаются Как намокаются Да ууууууу Они когда же Нас захворают Чего же вы Николай Нас захвораете Если внутрь Масло пирогами Намокаетесь Вот так Пирогами Ели хорошо Питались хорошо Я у них пыталась Узнать про диету Долго толковала Что такое диета Потом они мне сказали Как будто диету придумали Да ешь 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 Ели только правой рукой Левая рука была плотно Прожатая к желудку Если кто-то из маленьких Пытался есть двумя руками Облизывали ложку Щелкали по лбу И говорили Не хватай по собачьи Объяснить не могли Объяснили ученые Из госпиталя Бурденко Они сказали На левой ладони На кончик от пальцев Есть такие рецепторы Все плотно прижимают В желудку Способствуют быстрому Пищеварению Скорому насущению Вот так В палате были полны Ребятишек Много бог детей дает Да лишних не посылает Зыбка Она качалась на очки Вот так Правильное качание Вот так они говорят Не надо качать Вот так качали Вот такая зыбочка Ребеночка клали Клали его На зыбочку Мокренького еще Плотно закрывали Занавесочкой Никто чужой Не погляди Чужой не погляди Дедонька и бабонька Говорили Некого глядеть Маленький Что слабенький Вот так У алтайцев Год не показывают У монголов Год Очень часто говорят Мы только догадываемся Не знали Был врач Педиатр Он сказал Ребенок родился У него нет никакого иммунитета Чужие взгляды Чужая энергетика Чужие мысли Так мешают Маленькому человеку Я не говорю про инфекцию Вы же все знаете Сглазили ребенка Сглазили Канадем не нести надо Это своеобразная Детская психотерапия Она умоет его С уголечком С молитвкой Смотришь Ребенок заснул Стоит на столе Образок На святом теле Поясок На том поиске Звезд несчастья А у меня в доме Был один несчастья И дальше пожелать ему Добра, здоровья А еще скажу Вот я очень много Писала воспитания Барфуры И книги были Но сейчас пока нет Воспитания в староаврических семьях Я вам быстро Просто скажу На том В чем я плотно стою А там уж вы сами думаете Может вам и не подходит Говорили так Говорили вот так Не от еды Дитя растет А от ласки Любит Шанюшка Мазанья А головушка Глаженная Ему много надо Ребеночка гладить По головке Или скажут так Воспитывай дитя Не кнутом А стыдом Вот так И тут же говорят Не давай им поводок На божницу И что ли садить Из одного Двух Не вырастишь Кто детям потакает Тут старости Слезы проливает Хочешь узнать про детей Спроси у людей Детятка что тесто Как замесишь Так и вырастет Что в детстве Воспитаешь На то в старости Обопрешься Гни дерево Пока гнется Воспитывай дитятку Пока слушается Пока слушается Вот И причем Наказано Перенаказано И от ребёнка Часто мне старики говорили Все что сказано Родителями Будьте любезны Выполнять Вот молодому человеку Уже не надо Он уже Посмотрите Он знает что плохо Что хорошо Что правильно Что неправильно Его научили Уважай сам себя Так и люди уважат тебя Люби людей Так и люди полюбят тебя Ему не обязательно Тогда другая поговорка Подойдет ему Чужой ум до порога Освой нас сюда Своему маму Ему надо жить Его научили уже Научили А вот пока маленький Поверьте мне Все что сказано Родителями Будем считать Что большинство родителей Это адекватно Киприан Семёнович говорил Господь Бог Поручил нам быть разумными Будем разумными Будут разумными Наши дети Поверьте мне Столько ребятишек В школе встречало И когда разумные родители К нам приходили Разумные дети Добрый пример Лучше ста слов Вот так Ну а еще То что мы сейчас Совершенно исключили Из нашего образования И в школе И дома Это Труд Труд Через труд Труд воспитывать Долго спит О труде Постоянный труд Уважение К друг к другу Уважение К родителям Уважение Вообще К людям Вот что присуще Было К тому воспитанию К тому воспитанию Рассказывает Анна Кирилловна Старенькая бабушка Учительница Она Вот И она мне говорит Так Пришла работать В школу Мальчик один Ни покоя не давал Пришла к дяке И говорит Дядя Ну что мне с ним делать Отец И сказал Анна Ты на него Не обижайся Ему не в кого Быть хорошим Кто от кого Тут и в того Добрый пример Лучшество слов Провожая ребенка Из дома Мать скажет Мать дорогу сына Провожала Месяцом Того поясывала Звездой Того застегнула Светой Того вернула Да ты возьми Боже Дитя мое На высоком пороге Да на большой дороге Бесконечное уважение К отцу и матери Про отца говорили так Как Бог До людей Так отец До детей Отца почитали Как Бога Но все-таки отмечали За отца То ты отмолишься А вот за мать То ты поплатишься Обидел отца С Богом можно договориться Обидел мать С Богом тебе уже Не договориться Мы при маме Даже громко не говорим А если кто-то Не так скажет На людей проплачет Она все слезами Зальется А мы все ходим И просим у нее прощения Материнская ладонь Высоко подниматься Да не больно бьет Материнская молитва С одному ее достанет Материнский гнев Что весенний снег Много выпадает Да скоро тает На хлеб да на детей Недолго насердишься Жена для совета Теща для привета Да нет милей Родной мамоньки Жена плачет Роса пойдет Сестра плачет Ручей течет А мать плачет Река течет Самые светые Самые горячие Это материнские слезы Обидел мать Обида по свету Походит Походит Видно правду Я тебе сказала А я хоть правду Хоть неправду скажу Правда мама Правда Да буду жить спокойно Ведь не скажу же я неправда Если я скажу неправду Она скажет Ну вот че Я вру че Вот ты обидела мать Боюсь лишнее слово Сказать Чтоб обидеть мах Сын держал Материца Он все для нее делал Ходил Поил Ухаживал Уговаривал А потом Рук подумал Ну вот мать Я тебе все долги отдал Только он это подумал У него за плечами Появился ангел Я говорю Нет милой сын Никакие ты долги не отдал Если ты отдал То только за то Что ты на лавочке сидел Потом с лавочки свалился Мать тебя подхватила Обратно на лавочку посадила Ты не упал И не изувечился Вот только этот долг Ты отдал Вечным долгом Мы перед своими родителями Кто не почитает родителей И не будет за ними ухаживать Тому даже судить не будет А если бы дети так заботились О родителе Как родители А дети Отца света бы с водой не было Уважали не только своих родителей Уважали родителей мужа Жены А родители мужа звали Тятенька и мамонька И бесконечно уважали Муж-то будет больше любить Ему тебя жалко Ее жалко Вот и будет метаться между вами Как между двумя огнями Из невестки обижала Родителей мужа Ее не осуждали А просто она скажет Так Это он виноват Это он позволил Что своей матерью так разговаривать Встречая люди Максимовну Идет вся ж слеза Хорошо Ну что ты плачешь От сына идет Глика Милана Павловна Как бывает Для маминой мамы И печь И пирог Для тятиной мамы И дверь И порог Все И Настенька Я повторю Для маминой мамы И печь И пирог А для тятиной мамы И дверь И порог Знаете кому больней всего будет Мать то проплачется Да на хлеб на течение Долго на сердце Больней всего будет Моя хорошая Моя хорошая Будет Сын Даже пусть он Поворчит на мать Пусть что то скажет Но ему будет так тяжело Это не мною придумала Он у нее под сердцем бежал Он будет молчать Но будет скорбеть Будет переживать Не дай Это потом тяжесть перекинется На нашу семью Обязательно перекинется Он где-нибудь Да проявится Она потом Прихожу К бабушке Она показывает Мне полушалок И говорит Глика милая моя Вонятка то мой Опять мне полушалок Подарила Я говорю Молодец Вонятка А я видел Я знаю Вонятку Он хороший Мужик то Но знаете У нас что Мужиков то Милая женщина Говорят Мужик то он что Он уличная собака Он управится Пропадает Работу Не знаю Уличная собака То есть его внешняя сторона А мир в семье Женой держится Мир Покой Жена Жена во всем Уют Пироги Уважение К друг к другу И конечно же Родня С родной Отношение Складывается Женщина Не могут Они это делать Другие они Другие А я про вонятку Ты знаю А видела Полушалок то не вонятка Покупал А покупала Его жена Валентина В магазине Принесла свекрови И сказал Вонятка Прислал Валентина Тоже хорошо Вонятка Лучше Когда вонятка Придет И она ему Пока что Полушала В лучшем случае По хорошему Ему бы промолчать И ничего не говорить Что это не он Но Валентина Валентина Вы знаете Знаете Знает Что они Вон там В лопухах У меня От этого мужа Ты своего Нашла Это кто-то вырастил О нем кто-то заботился Кто-то плакал Возле его колыбельки Кто-то переживал За него Не просто так Он ей достался Вот как вы у меня Вот сидите Как вас зовут Иван Как он Иван Иван А отчество Николаевич Вот Иван Николаевич Как сидит Он здесь Так вот сидел Молодой мужчина Молодой совсем Все вышли Он подошел ко мне Это нельзя придумать Подошел ко мне И говорит Мне это что делать Я дословно говорю Что он говорит Меня мама бросила Бросила Так и сказала Когда был совсем молодой Я всего добился сам Она теперь больна Она просит у меня прощения Я сказал что простил Но так же мне тяжело Я не могу понять То ли потому что Он сказал Мать больна То ли потому что Ему тяжело Но я ему сказала Да ты мой хороший Ты беги скорее к матери Ты проси прощения Ты как потом жить то будешь Я даже не ожидала Думала Не подумала Он побежал Побежал И утаялся Вот об этот палатный брус Головой Со всей силы Это придумать нельзя И упал к моим ногам А сейчас кто идет Я говорю Не утайся Упал Я к нему кинулся Здорово упал Думаю готовый Подбежала Вы даже не понимаете Как я пережила Я подбежала к нему Говорю Ты живой? Он мне говорит Давно мне по башке Надо было ударить Хоть бы успеть Вот есть такие слова Вот есть такие слова Мои хорошие Называются Слова Горе позднего Раскаяния И не буду вам Говорить Я могла бы Столько примеров Из деревни привести Когда горе позднего Раскаяния Скажу даже вот так Мы с сестрой Та не дохаживали Родители С нами была свекровь Жила с нами всегда Свекровь И трех ночи Мама Но никогда Я даже не смела На нее даже плохо Посмотреть Потому что она Мне такого сына Воспитала К чему я вам это Рассказываю Когда они ушли Из жизни Начинаешь перебирать Это надо было Не говорить Здесь надо было Промолчать А это надо было Сделать Не забывайте Родители Они у вас Не холодные Не голодные Пойдите вы Куда-нибудь На почту Заверните им Посылочку Бандерольку И пошлите А она будет По деревне Ходить По деревне Вы поняли Вонятка Грика Чувак Да ей не надо У нее есть Вот и вонятка Кому есть Куда посылать Заботьтесь Заботьтесь Пристоянно думайте Не забывайте Звоните И потом все равно Придет раскаяние Не так будет больно Я вам скажу Вот так Если Машеньку обидели Никому не скажет Она не проплачется За столом Проплачется за столбом Потом тихонько Скажет Причем мужу А муж Что у нее мудрый Не побежит Он с нами разбираться Кто Марию обидит А скажет Ей строго Да ладно тебе Мария Терпи давай Где терпение Там половина спасения Щепят тебя Так не убивают же Не отвечай на щепки Не расстраивай себя Время покажет Кто есть кто Пусть славят Себе мотают Говори вот так Как царь Давид Был кроток да мудр Так дай мне Господи Кротости И терпение Мои хорошие Что нам Женщинам не хватает Мне тоже кстати Это кротости И терпение А мир в семье Женой держится У добрых супругов Две души До единой воли Добрая жена Что камень Трагоценно Добрая женой И муж Славян Женщина в доме Всему голова Она пример во всем Надо чтоб у нее Везде порядок был Самоработай В семье Пусть с тобой Работает Не надо друг Друга переделывать Какое есть Такое есть Это в породе Не переделаешь Бывало я смотрю Смерть на своего Побегу Да сама сделаю И тут же говорит Без уважения К друг другу Лучше не жить вместе Вот было бы две жизни Одну прожил без уважения Вторую с уважением Всего одна жизнь Только Разговаривают Я слушаю Одна из них Недавно проводила Мужа Печально говорит С кем мое солнышко Взошло С тем и закатилось Кто-то спросил А ты знаешь Потому что мужики Вперед нас умирают Да знаю Потому что все На сердце держат Мы-то поговорим Поплачем Поругамся Они все на сердце держат Они нас так любят Так любят Сказать про это не могут Все на сердце держат Береги своего мужа Чужому-то будешь ноги мыть Эту воду пить Чужая шуба не одежит Чужой муж не надежит Как жена мужа поставит Так к нему и в деревню И в семье будут относиться Они еще говорят Первый муж от Бога Ругать его нельзя Это возможно Пожалуйста Спасибо Ругать его нельзя Но мои хорошие Есть такое Я вам скажу Есть такое Ой Всех в одну колоду Не уложишь Бывает все Жена для моты Делают Ну вот все делаю У меня есть классический пример Это Павлия Никифоровна От нее ушел Муж к соседке Моке Приходил к ней Проведывать ее Сядет Гот на лавку Голову опустит Сидит Голову опустит Голову опустит Она любили друг друга Жить надо Нормально сможем Будешь как попало И он с тобой будет Как попало Все бы друг другу не прощать Так не жить вместе Надо друг друга Придерживаться Лучше смолчать В другой раз Он смолчит Один занервничал Другой потише Если он повыше То ты-то присядь пониже В семье бывает Не все гладко Но надо стремиться Хранить семью В рамках себя держать надо На люди ничего Ничего нигде Вот все что в доме Если узнают В деревне что делается В доме скажут Понесу Будешь жалеть эту семью Между Все что в доме Под одной крышей Между мужем и женой Под одной шубой Муж с женой Они не все хранятся Они под одну шубу Ладят Не надо никому ничего говорить Неуживчивость Сворливость характера Наказание Божие Держи себя Как человек В нашей деревне В 87 году Был замечательный Русский писатель Валентин Распутин И он оставил В нашей деревне Такие слова Чуднорусь Говорили отшельники Когда доходили до них Вести о тех чудесах Которые происходят в центре Чуднорусь Говорим и сейчас Когда добираем Таких окраин Как в Верхний Мон Где много В смысле богатая И крепкая Душа человеческая Остались в целости И в сохранности Удивительно всего Удивительно Интересные люди Мои хорошие Вы так со мной намаялись Вы так себя хорошо вели Да я детям в школе Так говорила Будем рассказать Про поперешную жену Ну а как без этого Сейчас ко мне была женщина Говорит После вашего рассказа Меня муж теперь только зовет И поперешную Я вам тоже расскажу Милые женщины Подумайте Почему наши мужики Так любят про поперешную Я много знаю притчей Просто вам Вы устали Я бы так что Я бы вам рассказала Хоть сколько Ну вот Почему они Плюсы всегда Я к вам 5 раз Про поперешную расскажете Я вам тоже расскажу Жили бы ли муж и жена Жена угостительна Пригласительна Дом чисто ведет Все как в яшечке Но она поперешна Муж говорит Брита Она говорит Стрижена Муж говорит Стрижена Она говорит Брита Вот так и живет Так он бы ее бросил А как ее бросит Угостительна Пригласительна Дом чисто ведет Все как в яшечке Да любит он ее любит А кольцо должно быть По пальцу А милый по душе Тяжко жить без любимого Еще тяжелее с неюбимым Лучше страдать Да любить чем не любя на свете жить. Легче поле на грудь прижать, чем не любила. С милым мужем, пусть с бедным. Я буду спать на всем бачке, а вот с богатым, да с нелюбимым, я буду спать на локатке. Не та красавица, что красавица, а та, что любящему нравится. Любит он и любит. И вот идут как-то они. А канава бежит. Больша-то как канава. Не перепыркнулся, не перебрестил. Мужик покрутился, покрутился, жердочку нашел. Сам прошел, на жену поглядывает и говорит, «Иди тихонько, ты тихонько иди, ты ведь упадешь». Она подрешь, мать. Как давай крутиться, болтаться, вертеться. Болтых, вода утонула. Мужик заплакал, побежал вверх по канавке. Говорит, спрашивает, ты чего плачешь-то? Жена утонула. «Олика, чего утонула? Где утонула-то?» «Вот там внизу, возле жердочки внизу». «Зачем ты вверх бежишь?» «Ты вниз, скорей беги-то». «О-о-о, да вы моей жене не знаете». «Она мне вверх поплывет». Ведь она у меня поперешна, с уважением сказал. Вы со всеми поперешними, мои хорошие. Вы пришли ко мне вовремя. Как мы договаривались. И спасибо вам большое. Всем нашлось место. Никто не ворчал на меня, куда тут вообще. И куда тут все сели. И большое вам спасибо. Приходите. Отпишитесь. Благодарю вас. Спасибо. Спасибо. Это вот этим людям, которые здесь живут. А я только пересказала вам, готова пересказала. Вот так. Позьмите корницу, кому посмотрите. Позьмите корницу и все. Вот так. Вот могу сделать. Спасибо, Малыш, а что за колотушечка? Вот я вам скажу. Вот так колотушечка. Вот так колотушечка.